Один из актуальных на сегодняшний день для Бавлинского района вопросов является подготовка к весеннему паводку, который нередко причиняет населению немалый урон. По мнению экспертов, ожидается он в нашем районе в первой декаде апреля. В соответствии с прогнозом, наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться на территориях Исергаповского, Шалтинского, Татарско-Кандыского и Козылуярского сельских поселений. По предварительным данным, в зону возможного подтопления может попасть 7 населенных пунктов. Это обусловлено расположением этих населенных пунктов в поймах рек. То есть при разливе эти, не полностью весь населенный пункт, а часть домов попадает в зону подтопления. С этим, что хотелось бы сказать, то есть довести до людей, что нужно делать, как нужно себя вести при угрозе. И в случае, если резкий подъем произошел, и уже человек оказался в подтопленном доме. Значит, при угрозе, то есть в данный момент у нас проводится работа в районе, главы сельских поселений совершают подворовые обходы с вручением памяток людям, которые могут попасть в зону подтопления, в которых палатка уже в этих памятках уже прописывается действие людей при угрозе возникновения палатка. Это значит, в первую очередь нужно выладить информацией. То есть у нас в основном люди уже из года в год знают, что такое палаток. И, соответственно, от этого уже и нужно ориентироваться, от этого отталкиваться. Значит, в первую очередь, как я уже сказал, в первую очередь владеть надо информацией. Второе, значит, нужно предварительно отключить газ, электроэнергию, потушить в печах огонь обязательно нужно. Значит, все ценные вещи, мебель, если есть возможность такая, перенести на второй этаж, чтобы не испортить. То есть животных обязательно надо выпустить или перевести, допустим, к соседям, которые живут выше. Обязательно отвязать собак. То есть если есть дрова или предметы, которые могут унести течение, мы их нужно переложить в сарай закрытый, соответственно. И у кого есть подвал, вынести все из подвала, что может испортиться от воды. А значит, при быстром подъеме уровня воды нужно также, соответственно, в первую очередь подготовиться к возможной эвакуации. Это подготовить небольшой запас еды буквально на трое суток, не скоропорчатся продукты, естественно. У нас в каждом населенном пункте есть эвакуационные и приемные пункты. То есть это, ну, в большинстве с вами это школы, где в случае необходимости мы людей можем эвакуировать и расположить уже вот в этих эваку-приемных пунктах. У нас такой уже опыт есть. Здесь мы в 2012 году эвакуировали людей с села Уба в Козылоярскую школу, потому что у нас очень быстрый подъем воды. На территории Бавлинского муниципального района к паводкому периоду подготовлено 45 единиц техники. 9 плавательных средств планируется задействовать до 80 человек. Значит, при наличии хозяйственных лодок у человека, или может быть даже сделать какие-то плоты из пластиковых бутылок, из досок деревянных. То есть они никогда не помешают человеку, в который дом находится в паводковой опасной зоне. До прибытия помощи необходимо оставаться на верхних этажах, стараться, если это ночь, подать какой-то сигнал. Если днем, допустим, флаг, ночью, может быть, фонарь, свеча, то есть все что угодно. Самостоятельно эвакуироваться необходимо только в крайней ситуации, если уже, допустим, неоткуда ждать помощи. И действительно эвакуация необходима. А так лучше, конечно, переждать, потому что в случае подъема воды все равно и мы об этом узнаем, потому что сообщение по 112 проходит сразу к нам. И мы все равно среагируем, и эвакуация будет проходить уже, мы сами будем лично эвакуировать людей. Поэтому в любой ситуации лучше дождаться, конечно, на втором этаже или на пусть будет на крыше. Самостоятельно лучше не эвакуироваться. Подготовиться надо, соответственно, к эвакуации, взять практичные вещи. Не нужно забирать, грубо говоря, платья там красивые, выходные. Нужно одевать практичные вещи и брать с собой, соответственно, такие вещи, которые крайне необходимы. Соответственно, остальные вещи можно просто поднять на вторые этажи, потому что отдел полиции, они все равно будут осуществлять контроль за покинутыми домами, то есть откуда будут эвакуированы люди. Медикаменты нужно брать, соответственно, те, которые специфичны для человека, если он чем-то болеет, и, соответственно, общего назначения медикаменты тоже обязательно с собой должны быть уж. Если местность знакома, то есть человек живет в этой деревне, то есть он может еще перейти, допустим, вброд, зная местность, может перейти вброд, допустим, более высокому зданию. Но если местность знакома, соответственно, ни в коем случае нельзя выходить из дома. Лучше находиться. И передвигаться по воде лучше медленно. Желательно взять с собой палку, то есть прощупить дно и уже потихоньку-потихоньку передвигаться. Это основные правила. Жительница села Исергапова, 86-летняя Сардуна Залеля-Дзинова, каждый год своими силами готовится к весеннему паводку. Этот год тоже не исключение. Начало весны – лопата в руки. По мнению ее соседа Мугина Халилова, вода в этом году быстро поднимается и быстро уйдет. С наступлением весеннего половодия в республике в оперативном режиме будут отслеживать состояние жилищно-коммунальных, дорожных, энергетических, медицинских служб городов и районов, выявлять предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций для дальнейшей локализации и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с прохождением половодья.